Автор ролика не призывает вас к ненависти. Данная видеопостановка, а все участники актёры. А у вас не написано? Да, написано, что Молдова, но возможно вы из Приднестровья. А, так какая разница? Да, ну, я понимаю, но всё равно интересно. Нет, из Приднестрова. А что вы вообще общаетесь? А, слышал, слышал. Ты недалеко от Ханчеш, да? Нет. Это юг, да? Это получается Гагаузия уже? Нет. Кавашанский район. Ну да, вы говорите ближе к обрату, там, где Гагаузия недалеко. Нет, нет, нет. Но это юг. Рядом Бендеры, вот Бендеры. А, тоже вверх. Не, я просто так... А вы вообще в видеочате о чём общаетесь? О политике, наверное? Ну, так, о жизни просто, с кем-нибудь, чтобы по-русски не забыть русский язык. Ага, понятно. А что вы думаете об объединении Молдовы и Румынии? Такой вопрос не стоит на повестке. Ну, всё равно эти лозунги сильны, и всё больше молодёжи даже среди... Я сам украинец, да, этнический. И даже среди русскоязычной молодёжи уже такие идеи довольно популярны. А про румыноязычную, ну, или по-молдавски, которые говорят, я вообще молчу? На, ну, скажу так, вот это самое... Летом как-то, или начали революции, был день такой, или, да? Ну, объединение как-то. Ну, 26 марта и в сентябре, честно бывает, несколько раз в год. Ну, сторонников уже мало, там, чё. Ну, смотрите, 2009 год, там же тоже меньшинство делало революцию в Молдове. Это другая революция, это против коммунии, что, в год. Ну, да, да, это будет сложнее сделать революцию, чтобы объединиться с Румынией. Но всё равно они могут сделать так, чтобы пришли к власти как раз-таки вот эти прорумынские, прорумынские силы. Нет, так любой румын может получить гражданство Молдовое и заседать в парламенте. И то же самое наш, Молдаван, может там заседать в парламенте. Я не вижу смысла. Если вот меня призовут это, я не вижу смысла. У меня есть румынский паспорт. Зачем мне объединиться? Я уже румын. Но вы как к идее относитесь, объединение Румынии и Молдовы? Понятно, что это очень сложно. Я считаю, что мы уже объединились. Кто хочет, пожалуйста, берите тот паспорт, а кто хочет, и это уже объединение. Ну, да, это не, но это начало. Но вы сами понимаете, я имею в виду объединиться полностью. Провести референдум, все по-честному, по закону. Может быть, лет через 50, может быть. Но я думаю, что нет сейчас этого вопроса. Не стоит это на повестке у меня. Нету. То есть, если бы там, допустим, сказали, вот, булки имеют такие плюсы. Например, как крымчанам обещали в России, там, золотые горы. Они, понятно, за что объединились. А мы за что? Ну, да, не нужно думать только про профит. Но все равно, культурно-исторические связи. Причем, это не только вот у молдаван и румы. Не знаю, для меня одна культура. Если у меня в холодильнике есть и в кошельке, вот, вся моя культура. Я хочу ехать в Румынию, посмотреть какой-нибудь там концерт. Или тут они приезжают, смотреть, какие культуры еще могут быть. Я просто не понимаю. Не, вы не поняли. Культурно-исторические связи, типа, чтобы объединиться. Вот, например, там, тут молдаване. Ну, это же, вот, говорят, что молдаване и румыне – это разные народы. По-вашему, это правда или нет? Нет. Я даже вот по чату обращаюсь, общаюсь с ними, да? Мы понимаем полностью. Хотя, как бы сказать, это самое, значит, вот, румыне и молдаване вроде бы говорят, но я полностью понимаю друг друга, вот это, у нас язык одинаковый. Но долгое время жили отдельно, там, когда империя была царская, Советский Союз, сейчас. Но при этом одинаковая культура, традиции, обечеи, фамилии, имена, все одинаковое, религия. У нас вот объединяется. Да, это и украинцев тоже. У меня дед, ему 92 года, моему деду 92 года, и у него даже тоже бочки есть винов. Поэтому, я не знаю, мы даже, по-моему, с украинцами тоже, как бы, почти что… Ну, да, да, есть, очень много украинцев живут, вторая по численности, национальность в Молдове, получается. Я не помню, 400 тысяч или 500, вот примерно так. Ну, это с Приднестровьем, с Приднестровьем. У меня есть украинские каналы, я, когда картинка за текстом или за голосом идет, я все понимаю. Слушайте, а вот в России часто говорят, что вот Румыния хочет отнять вот там часть Буковины, это как вы думаете, это правда или нет? Ну, точнее, то, что это неправда, мы это с вами понимаем, потому что даже сейчас Румыния будет одной из первых стран, точнее ее церковь, которая признает независимость автокефалию церкви Украины. Ну, вот просто российская пропаганда, что Польша отнимет и Румыния, отнять Украину. Ну, блед, ну, слушайте, ну, Румыния молодость. Я знаю, я знаю, что блед, я знаю, что Румыния это государство, которое развивается и так далее. Они знают, что они часть Молдовы, Великой Молдовы, 150 лет назад, примерно, примерно, я не знаю точно, но 150 лет назад, они как бы вот это самое, не без помощи Российской империи, ну, наши народы разделили, и они взяли себе название Румыния, мы взяли Бессарабия, хотя настоящая Молдова сейчас в Румынии. Там Молдова, да, а потом, после получения независимости, мы опять взяли себе Молдову, там это, нет, нам нечего делить, понимаете? Не, я не спорю, не, ну, а вот по поводу Приднестровья, по поводу Приднестровья, что вы думаете? По поводу Приднестровья, ну, тоже, как бы, уже все переболело настолько, что для нас это пустое место уже, там мало людей осталось, и, ну, пускай доживают. Ну, смотрите, я-то согласен, потому что там люди постоянно уезжают, каждый год, там, до 40-ка с чем-то тысяч людей, до 50 тысяч уезжают, причем, ну, не так поработать, а вообще уезжают, это факт. Да, да. Какая, опять же, ситуация? Ну, вот смотрите, посмотрите, значит, уже лет пять, когда вот это, новое правительство, все это, значит, у нас миграция остановилась, и у нас сейчас вот, когда в последней стадии СССР, вот все, уже столько же людей, 4 миллиона человек, как было в последней СССР, последний, вот это, вот, только что миграция все остановилась. Дальше, что касается инвесторов, ну, вот, японцы у нас только, вот, за последний год построили, значит, три завода, на юге, на севере, на севере, на севере. И почему не привлекает, мы нейтральная страна, мы вне блоковая, это как раз для бизнеса очень хорошо, ну, просто каждый ищет еще вот, что делать, вот, например, винодельческая промышленность, у нас стало уже около 60 всяких этих заводов, больших и маленьких, это же нормально. Нет, идут у нас инвестиции, почему, в этом году 2000 километров дорог, только по всей Молдове сделали, да? Это я знаю, даже вот в селе, где я родился, там тоже. Вот, поэтому все только начинается, я считаю, что только все начинается, это не сразу, конечно, это самое, но я думаю, Приднестровье нам не мешает уже, нет, нет. Конечно, если бы убрали вот эти, там, так называемые вот эти миротворцы, да, 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 если бы их убрали, было бы лучше, конечно, ну, ну, как мы их будем выгонять, у нас нет ни одного танка, да? Нет, есть, 16, по-моему, или 18, не помню, да, или 32, я не помню, но есть, и даже авиация есть. Вот, поэтому, как говорится, у нас, я считаю, что мудрое руководство, которое в свое время просто решили не, как сказать, не военной силой это все восстановить, эту территорию, а просто сказали, ну, хорошо, ну, живите, как хотите. Ну, это неправильно, и у нас государство тоже очень много, вот, например, даже по поводу телевидения, там есть каналы, ну, они на румынском языке, в основном, которые адекватную точку зрения доносят, ну, правильно, без пропаганды российской и так далее, не вот эти всякие российские каналы, а нету перевода на русский язык для русскоязычного населения, вот, что я хотел сказать. Смотрите, просто дело в том, что, как бы, сильна в Молдове российская пропаганда, социалисты и так далее. Да, это есть, ну, понимаете, я думаю, что нормальный, презвый человек, вот я, хоть мы пенсионеры с женой, но мы же понимаем, что это пропаганда, мы понимаем. Не все понимают, я вам открою тайну, что это пропаганда. Вы были? Да, я! Поэтому, не все, конечно, понимают, но с каждым днем, я думаю, что все равно, там, вот этот процент понимающих, это самое, все больше и больше, потому что, ну, вот этот Дадон, например, ну, понятное дело, ну, что он, это самое, значит, вместо того, чтобы приходить в Украину, значит, это в ГОСТе, да, или в Румынию, он ни разу не ходил к соседям своим, которые вот непосредственно примыкают, как говорится, к нам, и он ездил все время туда, в Москву, к Путину, а что нам дают? И там говорил, что Крым – это Россия, да, причем, что соседи – это Украина, это вообще. Ну, поэтому, я думаю, что социалисты не имеют будущего, хотя пока еще вот такие, такого возраста, как я, которые вот это самое, в СССР жили хорошо, и они… Да, 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 но я хоть это как-то не жалуюсь, что, я не скажу, что я, мы очень плохо жили, мы не голодали, у нас было 8 детей, да, у родителей, вот, но наши родители нам сказали, что, как вот это было, в 40-м году, проснули сутом, пришли советы, да. Голодомор, НКВД, гулаги, отняли, выселение. Отняли в земли, отняли скот, это все. У моего деда, прадеда, точнее. Ну, у нашего, вот у нашего, как деду, и бабушке тоже. Да, да. И когда мне говорят, ну, ты взамен получил образование бесплатное, то все, я говорю, так, мои родители, если бы не отняли вот это все, что, может, они мне платное дали бы лучше. У меня была картинка, где, даже несколько, там, где Румыния, 1920-й год, где там идет торговля, это центр, по-моему, города Яс, там, где вывески, и все так нормально. Видно, что идет торговля, не из бедной страны, видно, что. Я говорю, да. Ну, вот даже сейчас поднять из актива фотографии Тишинева до военного, вот, до военного, да, хотя там черно-белые фотографии, да, но видно же, как он был. Это не была бедная страна, это была развитая, были трамваи, кстати, уже. А потом пришел Советский Союз, залил брусчатку бетоном, чтобы, это, потому что это буржуи, да, это не по-пролетарски. Конечно. Ну, это же факт, это факт, так было. И потихоньку, потихоньку, новые, которые уже вот это понимают. Молодежь, да? Да, ну, вот молодежь. Но все равно, вот у меня даже большая часть друзей, которые, у меня проекты в интернете, я через интернет зарабатываю, но у меня друзья, они большая часть едут в Европу. Вот у меня друг во Франции, один друг ехал в командировку тоже, он сейчас, ну, получается, военный в Молдове, а так ехал в европейские страны, тоже, говорит, ему там понравилось. То есть, вот таким образом, хотя бы в Молдове есть без ВИИ сейчас, хотя сейчас говорят, что могут отменить. Молдовы слышали об этом? Да, ну, это вот вросы такие, понимаете, есть, как сказать, это право, которое, как сказать, вот, не имеет обратной силы закон, да? То есть, то, что уже однажды дано, это нельзя, там, это, а, мы теперь, это, это же не Россия, что мы подарили вам Крым, а потом отнимаем подарок, это же, понимаете? Это да, это я и не спорю. Вот так. Это не так. Понятно. Вы сам молдован по национальности, да? Да, я вот в Молдове, в Молдове. А, Минцелест. А вот про Гагаузию, что вы думаете? Там тоже очень сильные пророссийские такие лозунги. Сейчас, сейчас их, как бы сказать, так засыпают деньгами. Строят рабочие места там делают, да? Вот, делают дороги. То есть, как бы, вот бюджет имеет вот это самое, за счет больше наклонов к ним, то есть, чем вот в самой Молдове. Вот, ну, то, как бы, вот это идет им навстречу, чтобы вот они не будут болеть. Потому что, в основном, что говорят? Вот плохо живем, плохо в школе, нету дороги, нету это. А вот мы восстановили вас в больницу. А вот дорога. А вот, пожалуйста, врач теперь у вас есть, да? И причем, на многих больницах, там, я уверен, по-любому есть знак Евросоюза, типа, поддержанный Евросоюзом. А они думают, что это Россия им помогает. Ну, могут они что хотят, но дело в том, что Румыния действительно... Я знаю, я знаю, я знаю, я знаю, как помогает Румыния Гагаузия. Они говорят, что Румыния... Вот, когда до Советского Союза, не помню, что в Румынии Гагаузов выселяли. А после, а когда уже был Советский Союз после оккупации Молдовы, тогда уже три с чем-то тысячи жителей Гагаузии отправили в Сибирь туда, ну, в общем, в ГУЛАГи и так далее. Я не понимаю, почему они топят за Советский Союз? Ну, понимаете, я же говорю, ну, это вот, я говорю, действует пропаганда, но у них нету почвы, потому что они не могут сказать, вот, а вы нам не даете развивать свой язык или не говорить. У нас, пожалуйста, вот, может любой взять телефон, позвонить и спросить что-то по-русски, тебе любой государственный орган ответит по-русски. Да, это факт. Ну, а... Доставку позвонить и так далее. Все, все, я говорю. Если ты скажешь по-русски, тебя ответят по-русски, а если ты скажешь по-русски, то же самое на улице вот это. Ходи, вот идут люди, говорят по-молдавски. Если ты спросишь по-русски, они тебе ответят по-русски. То есть никаких проблем нету. Что нет у них почвы, как бы вот это все, чтобы вот поднимать бунт, что вот вы нам что-то запрещаете. Нет, ничего не запрещает никто, пожалуйста. Если хочешь, выходи, бунтуй, напиши пока, что против власти. Ну, вот в 92-м году, я считаю, Украина неправильно поступила, чтобы пропустила Россию, войска вот эти в Приднестровье. Если бы не пропустила, то, возможно, уже бы Молдова была бы с Румынией вместе. Это надежный под боком Украины союзник. И сейчас бы Украина не волновалась за то, что там Приднестровье российские войска и так далее. Украина сделала ошибку даже еще раньше, когда не уперлась против российских войск, то есть этого российского флота. Надо было упираться, и у России было где строить российский флот, там, Новороссийск, или кто там это там. Ну, есть там. Да, Россия, она умывается морями, океаном. Там есть много мест в этом. Поэтому, если бы там не стоял российский флот, мне кажется, они бы Крым не взяли. Ну, мне кажется, что это не на пользу России. Я думаю, не на пользу России. Ну, да, Крым – это капкан. Сейчас самые большие неудачи, я часто говорю, что после... Я даже вот иногда даже думаю, а не было ли это вот такая наживка хитрая от Запада? Вот типа, а вы глотните вот этот крючок крымский, а потом мы вам, как сказать, будет... За что вас это наказывает? Не, ну, вообще так и есть получается. Ну, не знаю, не знаю. Ну, просто так думаешь, что... Может быть, специально так. Да, вот в Приднестрове, например, говорят, что сейчас... Ну, в общем, там, по сути, 30% украинцев, 30% молдаван, 30% русских. Ну, примерно так. Но, в основном, я, насколько знаю, там мне тоже жители Приднестровья рассказывают, что там закрывают школы, румынскую школу чуть не закрыли. Ну, там есть румынская именно, не молдавская, а румынская. Чуть не закрыли были и так далее. Слышали вы об этом тоже, да? Ну, я слышал, я мало общаюсь. Я помню, давно, когда-то мы ездили, нас там чморили на этом блокпосту, и поэтому после этого не поехали больше. А за что? За что издевались на блокпосте? Вот, что-то там мы нарушили, какие-то 24 часа должны были регистрироваться. Ну, какую-то херню там это. Ну, самое интересное в том, что Приднестровье полностью по периметру молдавский блокпост уже окружает. И хотели нам штраф, это самое. Мы тогда с женой сказали, ну, хорошо, тогда рисуйте нашими. И, как сказать, ничего мы платить не будем. Искать будет суд, если мы нарушили. И потом нас отпустили. Там заставили писать, типа, объяснительную. А смысл? Я не понимаю. Смысл Приднестровья, если у него нету будущего? Это по факту. У них никогда не будет спорта. Именно они никогда от Приднестровья, от страны Приднестровья никто не будет участвовать там в Олимпийских играх с флагом Приднестровья. Это же не будет такого. Признала только Приднестровье Южная Осетия и Абхазия, по-моему. Даже Россия не признала. То есть это вообще. Если Россия перестанет там им газ давать, по-моему, у них дешевый газ, или вообще, я не помню. Там всем пенсионерам по 167 кубов бесплатного газа в год. Вот. Если Россия... И продуктовые пойти. Там раз в квартал. Три месяца, да? Да, да, да. Какие-то там гречку, перловку, рис, там все такое. И даже самое интересное в том, что даже наши некоторые пенсионеры из Молдовы хотят, чтобы тоже было в Молдове такое. Вы же встречались с этим по-любому. Ну, это же дураки. Ну, как можно? Ну, есть такое. Ну, конечно. Ну, вот в Приднестровье там газ, да. Просто надо понять, что бесплатного, значит, ты чем-то другим платишь. Значит, отсутствие независимости, отсутствие свободы. Все равно ты чем-то платишь. Так не бывает. Когда говорят, что в СССР было это бесплатно, это бесплатно. Нет. Ну, не бывает так, чтобы просто вот упало от Бога и вот это бесплатно. Так не бывает. Правильно? Иначе бы зачем он разрушился в СССР, если бы было так хорошо? Да, кстати. Ну, зачем бы он разрушился, если вот все было хорошо и бесплатно. А от бесплатного и разрушился, потому что всем не хватило бесплатно. Да, это тоже понятно. А, кстати, еще один вопрос у меня интересный к вам. За кого будете голосовать на парламентских выборах? Ну, у нас же тут идут за партией и мажоритарные, то есть по одномандатной, да? Да. Одномандатной я еще не знаю. Ну, нам, наверное, принесут эти, кстати, сейчас скоро там будут почтовые ящики кидать, ну, или увижу там это. Но, как за партией, я буду за ДПМ, Демократистская партия Молдавы. ДПМ? Да. Это там Плохотнюк? Да, да, да. Понятно. Ну, в общем-то, все. Вы не против, если я вас снимал на видео, потому что я блогер? Может, вы меня... Да, я ничего не имею против. Просто я хочу сказать насчет этого Плохотнюка. Там про него много чего говорят, там сядь. А вы в партии в вас устоите, да? А? Вы его... Нет, нет. Я просто человек. Я просто хочу сказать, что вы понимаете этот самый защит? Можно что хочешь про человека говорить, да? Я служу по делам. Вот хорошие проекты для молодых, вот это самое, примакасы, да? Которые, первый дом. Вот дают эту ипотею хорошую, это самое защит. И потом возвращают тебе деньги, если, допустим, рождаются дети. Вот. Потом это самое защит, это... Просто, как сказать, это самое защит? Вот есть какая-то появилась у нас будущее. Вот будущее. Вот говорят, что вам дала Европа? Ну, вот мы один раз с женой, когда вот эти самые пенсию нам дают, мы ходим, значит, этот недалеко, тот молл у нас есть, гипермаркет, да? И просто что-нибудь там берем, кушаем или пиццу сюда. Я смотрю, со всей Европы вот эти пришли, всякие блюда там вот это делают и, пожалуйста, продают, покупают. Я бы также хотел видеть Россию с пирожковой, с телеменой, да? Чтобы без этих ленточек, без этих там, с автоматом... Причем, ленточку, суть ленточки, они же и сами испортили, когда одевали и убивали украинцев на Донбассе, когда навязчиво, даже в Кишиневе видели ролик, где на Турцам в Кишиневе выдавали ленточки. Это ж навязчиво, это ж... ...борьба с фашистом, за нацией. ...борьба с фашистом, за нацией. Миша, герой. Мой дед воевал, ему 92 года, он до сих пор жив ветеран. Ему тоже это не нравится, что так навязчиво все. Приходите просто вот это с доброй душой, из чего-нибудь это продайте свое, купите наше что-нибудь. Вот это должно быть, вот так должно быть, я считаю. Ну давайте я это... Давайте. За Украину и Молдову, чтобы у нас была дружба. Да, давайте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры создавал DimaTorzok